В Твери отреставрируют объект культурного наследия нашего региона Аваевскую богодельню. Здание известно многим тверичанам как «Ласточкино гнездо». Когда начнутся работы, что будет расположено в здании после его реставрации, выяснила наш корреспондент. На пересечении улиц Крылова и Салтыкова-Щедрина расположено двухэтажное здание, построенное в XIX веке в стилизованных под западноевропейское средневековье. Аваевская богодельня или его еще называют «Ласточкино гнездо». Последнее название исторического здания получило из-за сходства с живописным замком в Крыму. Но именно Тверское здание было возведено более чем на 40 лет раньше, чем в Крыму. «Ласточкино гнездо» имеет богатую историю. Сменив несколько хозяев, в конце концов, удивительной красотой здания осталось, увы, заброшенным. Сейчас богодельня находится в частной собственности. Принадлежит она некой Анни Графовой. На историческом здании уже размещен проект реставрации, где сказано, что работы начнутся в 2020 году. А несколькими днями ранее оконные блоки уже были завешены тканью. Этот объект культурного наследия регионального значения, поэтому все предстоящие ремонтно-реставрационные работы должны быть согласованы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, несмотря на то, что объект находится в частной собственности. В рамках разработки проектов были проведены комплексные научные и историко-архивные исследования, разработан и утвержден предмет охраны здания. Согласно утвержденному проекту условиям охранного обязательства, будет проведен весь комплекс ремонтно-реставрационных работ. При этом должны быть соблюдены следующие условия. До начала земляных и строительных работ необходимо обеспечить силами специализированной археологической организации проведение археологических исследований, по завершении представить акт о выполнении. До начала производственных работ подрядчику необходимо получить письменное разрешение на выполнение указанных работ. Дополнительные проектные решения необходимо согласовать с Главным управлением. Мы связались с представителем собственника здания, чтобы узнать, что там будет расположено после завершения всех работ, но тайну нам не раскрыли. Как в дальнейшем будет использоваться историческое здание, покажет время, подытожил представитель собственника.